Это спортсмен готов, заряжен, с ним будет непросто Во время face to face немножко надавил на него Всем привет, у меня доброе утро, я только проснулся И мы в Москве, как и обещал, мы приехали на Правдау в Скулбоксе Сейчас мы расселимся, а потом нас будет ждать открытая тренировка Пойдемте все покажем и расскажем Всем привет, это Черный Пистолет Мы приехали в Москву, заселились в номер Правда, проблемы встречают нас всегда И второго номера у нас пока нет, но мы его ждем немножко разгрузили вещи сейчас пойдем покушаем и поедем на открытую тренировку по розовый или условно дыхал он его просто будет просто не чувствует и стоять гру не так надо ты встал ноги носит и стану качаешь ноги так чтобы ты не падал как квашня какая-то встал ты должен устойчиво двигаться носочках то есть что должен двигаться должен мобильный быть и устойчивый правильно не падай как попало там сушки согнули ноги вот так там а то делать я перекинули это 1 под низ улетает ну что друзья мы в международном центре бокса преддверии турнира правда олдскул боксинг немножко такого мире медиа события покажем чему научились что готовили к предстоящим поединкам ну и просто хорошо пообщаемся с публикой и дадим небольшую инфу повод для вас дорогие друзья настрой боевой готовность на все сто процентов хочется выйти в ринг и поскорее надавать своему сопернику для этого мы все это время весь этот год пахали трудились и настраивались на красивый и зрелищный бокс пойдемте потренируемся и будем отдыхать и завтра на взвешивание под музычку минут десять-пятнадцать нужно просто подвигаться для съемок чисто по красоте хорошо еще какие то вопросы да через 10 минут стартанет через 10 минут начало просьба всех у ринга находиться чтобы не искали никого подготовки винты перчатки да как только вы поднялись в ринк все уже съемка пошла ну что друзья разогрев у нас получился хорош я уже даже пропотел вот на самом деле это хорошо и продуктивно то что вес надо делать вот будет и снова мне 76 и 2 вот осталось мне где-то килограммчик под спустить и вот заодно на открытой тренировке и есть под сушим и с людьми пообщаемся и красоту покажем одним словом все очень и очень круто на высоком уровне настроение заряд просто на все тысячу процентов я готов готов убивать и оторвать голову знаете такое приятное чувство такие кайфовые ощущения ты взвесился все пройден вот эта вся процедура и ты идешь и ешь вкусно так но многие люди которые со мной присутствуют когда я ем после взвешивания думают что там где-то есть еще мешок рядом со мной я скидываю туда еду потихонечку я поглощаю поглощаю еще раз поглощая получая такое безумное удовольствие и вот чуть припух сейчас надо это переварить немножко поспать еще раз поесть и вечером быть 86 тогда я шучу но такое приятное кайфовое ощущение когда ты можешь насладиться вкусной сладкой едой и всем вам я желаю это испытать аж ты начинаешь ценить воду ценить воздух и вкусную еду ну что так я вы пришли на небольшую тренировочку вот в преддверии конференции записать заодно промо перед поединком ну и размяться позаниматься почувствовать еще раз ринг почувствовать как сидит перчатка на кулаке и ловить тот момент чтобы в бою потом поймать либо висок либо города своего соперника а потом пойдем кайфовать в депо попьем вкусный чай у дяди димы и свесимся немножко пообщаемся конференции и заглянем глаза моему сопернику а он кстати гоняет до сих пор вес вот у него получил что он опоздал на рейс и прилетел с задержкой вот и немножко мешка есть по весу поэтому сейчас он это сбрасывает и должен к взвешиванию быть готов еще нужно пройти медицинский осмотр вот а нас уже зовут на тренировку мы пойдем работать дар а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для того, чтобы войти в нашу весовую категорию Так как поединок титульный Мы боксируем за пояс Поэтому ему нужно сделать четко 76,2 Мы готовы, мы заряжены Настрой Настрой, как всегда, крутой И мы ждем Момента, чтобы пообщаться с аудиторией Пообщаться с прессой Круто провести время Ну и потом уже сделать Небольшое шоу В преддверии поединка Направдывал спулбоксинг Ну что, ребят, пока Влад готовится К предстоящей конференции Мы поговорим с лучшим ринг-анонсером России Александром Евгеньевичем Загорским Ну что, друзья, с нами лучший ринг-анонсер России Александр Евгеньевич Загорский Александр Евгеньевич, поделитесь своим мнением И прогнозами по поводу предстоящего поединка Влада Туйнова Ну вы знаете, Влад Туйнов Это орловский бриллиант И я, честно говоря В боксерском поединке Его ни разу не видел Он, по-моему, три боя По правилам бокса Вот я его как боксера не видел Но знаю, что он великолепный кикбоксер Ударник И я думаю, что Победа будет на его стороне Три боя, которые он провел В беспроигрышной поединке Выиграл Поэтому я уверен, что Скорость, его скорость Будет непредалимым препятствием для соперника Да, спасибо большое Усталкивается очень часто происходит серьезный взрыв И не надеюсь, что взрыв произойдет Самый полный Ты проявил очень серьезную спортивную дисциплину Ты до последнего гонял вес Ты проделал огромный путь Соединенных Штатов Америки сюда Скажи мне, ради чего все это? Знаете, я здесь, потому что я спортсмен Я очень люблю спорт Я хочу не ударить меня с лицом Перез моим тренером Роем Джонсом Он учит меня всему самому лучшему И моя задача не Оправдать его доверие Поэтому я люблю бокс И постараюсь здесь максимально выступить Влад, к тебе вопрос Во-первых, если я все правильно понял Ты только что стал чемпионом России До 75 килограммов в разделе К1 Друзья, давайте поаплодируем В седьмой раз Просто как к себе домой заходит Уже на эти соревнования Владислав Тойнов Ты поврубал большое количество парней Насколько ты знаком С боксерским творчеством Своего оппонента Насколько ты его хорошо знаешь Всем привет Рад сегодня, что вы все здесь Пришли на конференцию По поводу моего соперника Мы посмотрели с моей командой Изучили, понятное дело Проанализировали все те бои Которые смогли найти Понимаем, что он хочет нам предложить Понимаем, какую тактику может выбрать И готовы к разным вариантам Готовы к тому, что он может пойти подраться И устроить поединок Такой на встречных курсах Также понимаем, что умеет он хорошо работать На дальних дистанциях Двигаться, обтаскивать Пытаться не давать мне подойти На свои удобные позиции Для того, чтобы наносить Хорошие жесткие акцентированные удары Я думаю, что это будет мастерский бокс Мы покажем хорошие скорости Красивые, зрелищные, мощные Акцентированные удары В этом поединке И я уверен, что будет жестко Я готов на все 100% Я думаю, что мой соперник так же Потому что сегодня у него был тяжелый день Ему пришлось согнать вес Влезть Я знаю, что у него были проблемы с рейсом И он как настоящий профессионал Все это сделал Все это прошел Сегодня он здесь И видно, что он готов Это будет непростой поединок Это будет настоящая война в ринге И мы ее Делаем в максимальной гречесной градусе Вот и подошла конференция Церемония взвешивания к концу Получилось посидеть Пообщаться с нашим соперником Получилось заглянуть ему в глаза По общению По тому, как он себя ведет Видно, что спортсмен уверен в себе Виден его профессионализм Подход Очень сосредоточен Вот Поэтому могу сказать, что легких прогулок Тут быть не может Этот спортсмен готов, заряжен С ним будет непросто Во время фейс-ту-фейс Немножко надавил на него Так прям Поднаехал, так скажем Поупирались Видно было, что ему это не понравилось Он этого не ожидал Почувствовал, что бой будет завтра жесткий В глаза ему заглянуть как таковое не получилось Потому что когда я пытался заглядывать Он либо уводил взгляд Либо ставил блок, так скажем Не хотел он давать свой внутренний мир Так скажем, увидеть Вот Но Я понимаю, что завтра будет непросто Поэтому мой заряд И интерес к этому бою Проявить себя еще больше Становится сильнее и интереснее Ну что, братва Мы уже прибыли на арену И сейчас мы покажем вам жизнь бойца изнутри Посмотрим за кулисами И посмотрим, как Влад разогревается И готовится к бою Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 К сожалению, длинный путь, висогонка, наверное, сыграли свою роль, мы не сможем пообщаться, к сожалению, пока с Ромен Джонсом, он должен быть со своим боксером, но вот как ты считаешь, интересен ли тебе был реванш? Ну что, друзья, этот важный трофей, титул, правда, олдскулбоксинг едет домой, в город Орел, в школу Чадиных, вот, мы пишем историю, создаем ее, вот, пишем своим потом и кровью, спасибо огромное вам, дорогой зритель, за поддержку, это очень и очень приятно и ответственно для нашей команды, спасибо тем людям, кто меня поддерживает, это, конечно же, Гагарин спортменеджмент, вот, это Артем Харланов, это лучший менеджер, который просто формирует и открыл мою карьеру с новой стороны, вот, это смарт-рум, который всегда рядом, всегда нас поддерживает и всегда является частью нашей команды, И также спасибо Блинда Грифова за то, что они поддержали нас перед этим турниром, вот, помогли нам по подготовительным процессам, вот, спасибо всем огромное, вот, хочется обратиться также к своему сопернику, который упал в жесткий нокаут, пожелать ему здоровья и спросить, что же пошло у него не так. Переходим к Эрику Муну. Как ты думаешь, что не так пошло в бою против Туйнова? Ну, Влад безумно очень хороший панчер, он поймал меня ударом по корпусу в начале боя, он очень хорошо доносит свои удары и очень силен. Я не оправдываюсь, он был лучшим сегодня, он победил. Мне кажется, что я должен был сбрасывать вес до того, как я приехал сюда, но, как я уже сказал, я не оправдываюсь, он был лучшим. Влад зверь, поздравляю его и его команду. Ну, что, друзья, наверное, таким приятным, с приятным чувством победы можно завершить это видео и подвести, в принципе, весь наш вот этот вот спортивный год, который прошел. А было у нас по-настоящему продуктивно, было очень много стартов, ответственных стартов, важных выступлений. И во всех них мы старались с нашей командой проявлять себя как настоящие профессионалы. Что касается в плане технической подготовки и работы моих тренеров, что касается моего менеджерского штаба, ну и также, что касается нашего продакшена. Давайте все вместе в комментариях напишем. Герман, спасибо, спасибо за тот контент, который начал формироваться в наших социальных сетях, как на YouTube-канале, так и в запрещенных социальных сетях и ВКонтакте, так скажем. Спасибо вам за то, что вы за нами следите. Нам очень приятно, что вы вместе с нами, потому что когда вы ставите лайки, пишите комментарии, вы являетесь одной большой части нашей команды, нашей семьи, так скажем, школы Чадина. И всех вас мы, конечно же, ждем к нам в гости на тренировке, просто на просмотр красивого тренировочного процесса и на просмотр тех поединков, которые мы вытворяем. Наверное, в подведении итогов, так скажем, и конца этого года хочется пожелать и себе, и всем окружающим, конечно же, как можно больше здоровья в новом году. Свершение и достижение всех тех целей, которые мы перед собой ставим, ну и, конечно же, достижение и стремление к их достижению. Ну и самое главное, спасибо тем людям, кто стал важной ролью в нашей жизни. Это наши старшие, наши бабушки, наши дедушки, наши мамы и папы. Если бы не они, если бы не их воспитание, ни правильные мысли, которые они в нас закладывают, скорее всего бы этого всего не было. Так что давайте будем едины, будем любить друг друга и идти вперед к новым победам, к новым совершениям, потому что мы одна большая страна, один единый народ. Так скажем, Россия вперед в новом году! Субтитры создавал DimaTorzok